За утро с позыранку я пришел на Дунаф, на какой-то такой смеси славянских языков я сейчас сказал. Наверное, поняли. С утра с позыранку я пришел к Дунаю. Вот это вот у меня за спиной Дунай. А вот тут вот я остановился. То есть мои окна смотрят на Дунай. Но это еще не самое главное. Самое главное, что вот этот дом, где я остановился и там, где я сейчас стою, это Болгария. А вот то, что на том берегу за Дунаем, это уже Румыния. То есть я сейчас в Селистре. Это болгарская такая община. Маленький такой городок. Ну, об этом я все вам расскажу в своем фильме, когда буду повествовать об истории армянских колоний в Болгарии. А сейчас я включился не по этому поводу. Вы пока наслаждайтесь Дунаем, а я вам кое-что скажу. Многие у меня спрашивают, как я успеваю ездить по армянским следам, делать одновременно антитопор, еще и работать. Вот так вот и успеваю. Дело в том, что у меня есть небольшой секрет. Когда я куда-нибудь собираюсь выезжать на две недели, на месяц, а порой даже на два месяца, то делаю заготовки, чтобы вы не скучали и каждую неделю регулярно выходили выпуски антитопора. А вот на этот раз что-то пошло не так, что-то не получилось у меня. Я задержался из-за ковида, из-за того, что рейсы постоянно переносили. В общем, получилось так, что в Болгарии, в Македонии, вообще на Балканах я провел время больше, чем нужно было. Опять же, из-за переносов этих самых рейсов. Ну да, у меня, конечно, стало больше дней, чтобы снять армянские следы, но в то же время, вот уже больше получается сколько? Почти полмесяца не выходил ни один выпуск антитопора, но разве что вот был последний, где я поздравил всех с восьмилетием из Македонии. Вот такой был секрет. То есть я все делал заранее, а сейчас не получилось, поэтому извиняюсь перед своими зрителями. Как я уже сказал, о Селистре я расскажу подробнее. Здесь находится самая старая в Европе армянская церковь. Ее я тоже покажу не сегодня и не сейчас. Ее я покажу в своем фильме о Болгарии, который выйдет весной 2022 года. Ну то есть уже скоро практически, сейчас декабрь 2021 года. А вот сегодня я вам покажу не менее и даже может быть более интересную вещь, но для этого нам нужно будет отправиться в Плиску. Сегодня у нас такая культурно-просветительская вещь, культурно-просветительский выпуск будет ничего о врагах, ничего о политике, но зато много о прекрасном. Пока я нахожусь здесь в Болгарии, это нужно сделать как отдельный выпуск. О фильме я тоже расскажу. Это культурное, это прекрасное создал наш соотечественник Армянин в болгарском городе Плиска. Создал единственный памятник кириллице вообще во всем мире. А кириллической азбукой, вы знаете, пользуется достаточно много народов, не меньше, чем латиницей. Особенно если вы учесть, что много народов, пользующихся кириллической азбукой, только в одной большой России проживают. Вот, и для этого я сейчас отправлюсь в Плиску, точнее я уже там бывал, я просто подключу к этой Плиске и покажу, расскажу, что-то вам напомнит этот музей кириллической азбуки. Я даже знаю, что. Ну и в путь и до встречи уже через неделю с выпуском «Антитопора». А сейчас я нахожусь в одном из древнейших городов Балканского полуострова, город Плиска. 212 лет Плиска была столицей болгарского царства, впрочем, отсюда все и начиналось. Сейчас с большой натяжкой можно назвать Плиску городом. Это такое небольшое селение в Шуменской области Болгарии, но раньше здесь кипела жизнь. И отсюда много чего исторического происходило. Ну, например, хан Аспарух впервые вонзил здесь свое копье. И даже вот на гербе Плиске написано на болгарском языке «Туче бде Болгария». Здесь будет Болгария. Это первое, чем известно Плиска. Второе известно Плиска тем, что отсюда, в принципе, и началось крещение Болгарии. Царь Борис I, который родился, кстати, здесь же, он крестил Болгарию именно с этого места. Ну и третье, чем известно Болгария, это я вам расскажу далее. Здесь находится двор Кириллицы. То есть это первый на земле вообще памятник кириллической азбуки. Отсюда и пошло начало всех начал. Мы сейчас с вами заглянем вовнутрь. Там много чего интересного, рассказывающие о кириллической азбуке. А вы знаете, что свыше 200 народов пользуются этим письмом. И Давид, который здесь живет, в этом городе, и имеет прямое отношение к этому музею, Давид Алексанян, нам более подробно расскажет обо всем. Давайте заглянем вовнутрь. Ну вот, собственно говоря, Давид Алексанян, он нам сейчас расскажет о всем содержимом, что здесь в музее находится, обо всех экспонатах. Ну и в том числе, конечно же, о кириллической азбуке. Давид, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи нам подробнее о этих хачкарах. Они очень напоминают сильно о тех хачкарах с армянскими буквами, которые в Армении. В каком году этот музей был открыт? В 2015-м. По случаю 1150 лет от крещения болгар. Ну и как вы сами видите, это все буквы от современного болгарского алфавита. Выбраны они не просто так, в честь народа, который создал кирилльцу. Буквы сделаны в Армении. А я тебя перебью, Давид. Скажи, пожалуйста, а в Болгарии считают это болгарским алфавитом? Потому что в России его называют русским алфавитом. Да, но он давно не болгарский алфавит. Он уже мультинациональный, мультирелигиозный, мировой феномен. Как я начал рассказывать, буквы сделаны в Армении из самых хороших каменодельцев во всю Европу. Автор буквы, Рубен Налбандян, он их сделал с 12 своих помощников в Армении, и мы их сюда доставили. В каждой буквы Рубен и его помощники вплели определенную символику. Например, как вы видите, Х, буква Х, это храм, Ч, это часы, символ бесконечности. И так непосредственно их можно разгадывать, когда прогуливаетесь по нашей аллее. А М, я смотрю, это Дева Мария там, да, изображение? Да, да. Каждая буква весит около 500 килограмм. И выше 2 метра. А как это все привозилось сюда? Ну, на грузовиках было. из Армении, да? Это 15-тонная азбука. Ага. Это я смотрю памятники Кириллу и Мефодию, да? Да, Кириллу и Мефодию, которые создали глаголицу, поэтому они, собственно, так и изображены с глаголицей в руках. Смотрят на царя Бориса и представляют ему свое творение. Над ними крест. Над ними крест. Сколько метров? 12. А давай вот сейчас мы покажем тоже, куда они смотрят как раз на царя Бориса. Да. У нас царь Борис, креститель Болгарии, да? Экспозиция такая, не случайная. Кирилл и Мефодия переходят к царю Борису, показывают ему глаголицу, которую создали, и он уже видит, как кириллические буквы представляют, собственно говоря, кириллические буквы, как солдаты слова. Но кириллица тогда еще не создана, и он представляет не в озвучном виде, а просто так. Давид, а вот впереди, я смотрю, есть какая-то маленькая такая церквушка напротив. Это что за церквушка? Да, это параклес имени царя Бориса не случайно, в честь его огромного вклада в создание кириллицы. Без царя Бориса кириллица бы не существовала. И поэтому мы сделали параклес и назвали его в честь царя Бориса. Туда можно зайти, да? Конечно, да. Давайте пойдем посмотрим. Вот, тут я смотрю, справа есть хачкар какой-то, на армянском написано. У нас же есть такая традиция у армянов, когда мы хотим увековечить данное событие или место, мы ставим именно такой хачкар. В нашем случае он поставлен по сути тысячи 150 лет от крещения болгаров. В дар, да? Да. Да, вот тут я вот смотрю, табличка есть и надпись на армянском языке. Ну, давай теперь пойдем в этот храм. Да, такой стариной отдает. Это образ... Царя Бориса. Это образ цара Бориса. Он причислен к лику святых болгарской церкви, да? Да, церкви. Вот камни тут еще такие интересные. Это, наверное, старинные какие-то камни, да? Собраны. Они собраны из старой столицы, которые то, что от него осталось. То, что осталось от близки той старой, да? Да. Ну, вот это вот сам царь Борис, насколько я понимаю, да? Да. Мы заказали, чтобы его отозабрали и отозабрали не случайно там с Библией в руках. А я слышал, что болгары, когда подходят сюда к монументу царя Бориса, они целуют ему руку, да? Да, обязательно. Ну, он креститель болгарский, и болгарии его очень сильно любят и уважают. Он поставил, собственно говоря, предпоставки к золотому веку Болгарии, который случился уже в управлении его сына Семена. Угу. Это наша маленькая рассказовательная картинная галерея. По ней можно выучить историю крещения болгар и создавание кириллицы в Болгарии. Угу. А картины кто писал? Картины мы заказывали у трех болгарских художников. Угу. Да, интересно. Вот. Русскоязычным зрителям легко будет ориентироваться. Даже не нужно переводить, что написано. Вот, Давид, кстати говоря, ты по-русски довольно-таки хорошо говоришь, хотя в России ты же никогда не жил. Нет, никогда не был. Ты родился в Болгарии тоже, да? Вот. И достаточно хорошо Давид говорит по-русски, наверное, из-за того, что похожие языки, да? Да. Болгарам очень легко выучить русский язык. Угу. Очень близкие языки. Я смотрю армянам тоже. Да, армянам тоже. Судя по тебе. Да, расскажи теперь об этом зале, что мы здесь видим. Это зал создания кировицы. Угу. Все буквы сделаны из самого хорошего болгарского рисбара. У него самый высокий титул у рисбарев называется «Уста». Угу. Сделаны они из три вида дерева, как и глаголица. А это вот это глаголица, да? Экспозиция, конечно, опять не случайная. Угу. Напротив глаголицы сидят силиконовые фигуры ученики братьев Кирилла и Митфолия. Это где? Напротив глаголицы. А, это на той стороне? А вот мы сейчас ближе подойдем, давай посмотрим. Да, очень реальные такие улицы. Смотрят на глаголицу и перерабатывают его в кириллец. Сидят там климент, наум и ангелари. Ну, они первые и самые близкие ученики Кирилла и Митфолия. вот так вот. Говорят, что Климент назвал кириллицу в честь своего учителя Кирилла. Вот это вот, который пишет, это Климент, ученик Кирилла, да? Да, самый взрослый это ангелари. Ангелари. Это вот с капюшоном. Да. Очень похож на армянского освящения. Да, да, да. Сильно похож на И вот у нас стоит Мефодий сам. А почему Кирилла нет рядом с ними? Они перерабатывали кириллицу. Извините, глаголицу в Кирилле. Тогда кириллами в ходе не были. Сейчас мы заглянем, что он тут пишет. Ну, мало кто из нас, конечно, поймет. Вообще, я вам скажу, болгарский язык очень напоминает то, что мы в России называем старославянским языком. И, наверное, это наиболее один из чистых таких славянских языков, который вот сохранил еще архаизмы именно славянских слов, скорее всего, так. Потому что даже я бывал в той же Сербии, там я даже находил слова и выражения, которые не являются славянскими, либо же были переняты у соседних народов. В Болгарии же все не так. Вот чем мне и нравится, кстати говоря, болгарский язык. Вот, по-моему, еще македонский тоже, да, из этих же. Да, ну, они очень близкие. Македонский язык считается, наверное, да, даже здесь его считают диалектом болгарского языка. А вот здесь у нас очень интересная буква. «Бог» написана. Нет. Да? Буква «Яд». «Ядь»? Да. Ее уже давно нет в русском языке. Да, в русском языке уже нет. В болгарском тоже ее нет. Она вышла с 45-го года. И многие современные болгары про ее даже не знают. Ну, мы знаем, когда дореволюционные книги, газеты видим на русском. Там она присутствует. И в болгарском. А в Болгарии получается, что «Ядь» была убрана раньше, да, из письма? Да, с 45-го года. Да. А вот после буквы «Б» есть такое, как в русском языке называют «твердый знак». Это как в Болгарии читается? «Э». «Болгария» получается. и она присутствует почти везде. Она очень характерна для болгарского языка, особенно для староболгарского. «Болгария» «Болгария» его можно ставить после согласной буквы, но без согласной его не произвести. очень похоже на мягкий знак, но он издает какой-то звук после согласной буквы. «Болгария» «Оборотная» «Угу». «Тоже не болгарский». «И русский» я думаю, часто не пользуется. «Это какое?» «Э-оборотная». «Э-оборотная»? «Да». «Ну, нет, еще пока есть». «Да». «Да, пока еще есть «э». «И ё» есть в болгарском. Есть «Ё»? «Нет». «Болгарская...» «Эти три буквы их нету в болгарском». «Ага». «Ну, в русском вот они есть. «Ы», «Э» в русском они звучат а вот это у нас получается глаголица она намного сложнее чем кириллица вот поэтому глаголицу и упростили на кириллицу правильно да я понимаю дух у меня последнее время связанные с арменией это слово ассоциируется уже с политикой дух помнишь да вот эти вот революционеры кричали духов причем кричали по-русски почему-то ну что пойдем наверное в другой зал пойдем вот тут такой уже тоже большой зал в основном связанные как вот их назвать правильно это манекены фигуры да ну давай вот начнем с хана аспаруха о котором я уже говорил это собственно говоря хана аспаруха который забил свое копье в плитской сказал знаменитую фразу здесь будет болгария после него следует как ханку брат здесь они еще не царят есть такая история ну некоторые говорят копья некоторые стрелы но более распространены распространенная версия со стрелами когда он собрал всех своих сыновей и попросил бояна самого крупного самого сильного взять одну стрелу и сломать ее и он конечно взял и сломал потом он сказал возьми все стрелы и собери вместе он собрал ка давай сейчас сломай сколько бы он не пытался он не смог всех стрел сломать и оттуда уже идет такой один из самых популярных девизов болгария болгаре соединение туправе сиота переводе соединение делает силу может быть самые известные болгарские хан в европы называют его спасителем европы зато из-за того что он остановил арабское нашествие к европе и поэтому мы заказали и так его отобразили с арабским шлемом под ногой но но все по фигурам абсолютно настоящий судя на прошли волосы настоящий арабский шлем него под ногой до умур так его называют ханом строителем он сын крома которые потом покажем но у него уже такие черты лица более татарские да да ну смотри давид вот я например мы уже с тобой постепенно подошли уже таким царям типично славянскими чертами лица вот я смотрю это сам царь борис 1 до ну здесь уже и мать семена она неизвестна какая она национальность но сто процентов была славянкой ну по ней видно да мария болгарская царица а это сам царь семён это их сын получается когда правило семён начался сам золотой век болгарии даже так то есть при нем был расцвет болгария борис поставил все предпоставки а семён уже управление семена уже начался золотой век болгарии тут у нас следующий интересная личность да мы немного не по очереди прошлись но это хан крум страшный он известен в болгарии с первыми писанами законы в болгарии они были очень жесткими там например кто украл ему отрезать руку кто соврал отрезать язык и поэтому он получил свое прозвище он победил императора никифора и сделал из него черепа стакан и оттуда идет фраза пейте дружина от никифорова и головы тогда было такое поверье что тот кто убьет своего врага и будут пить из него черепа он возьмет его с его силу но здесь вот написано хан крум страш и а страшный законодатель от родоначальник на кроме ватта династии 26 июля 1711 года в болгарии был убит император никифор да вот такой вот довольно любопытный зал вот у нас еще тут хан кардан это может быть самый бойтерный хан болгарский из всех он удержал ряд побед и он не знает поражения в своей жизни да супер ну а еще покажем таким общим планом всех ханов и царей то есть я понимаю что до царя бориса в болгарии назывались правители ханами абсолютно да абсолютно есть еще одна очень интересная подробность тогда еще же официально в болгарии не было принято христианство но считается что тогда болгарии не были христианами а вот в его гробу нашли крест вот его гора хана я жила настоящий большой крест то есть возможно он был один из первых христианинов тогда получается абсолютно либо этот крест не имел отношения к христианству даже не может не являться христианином и поставить в своем гробу крест да тоже возможно я думаю что христианские проповеди начались намного раньше да это очень интересный символ это самый древний символ который находил на территории Плиски его на сто процентов пока еще не разгадывал ну самая распространенная теория но символ посередине его все знают этот символ прежде чем болгария приняли христианство они верили в бога тангра как бог солнце и это был символом бога солнце а потом он стал символом рода дуо из которого являются кубрат и его сын Аспырух и его внук Тервиль а самая такая распространенная теория что четыре лучшие означают четыре сезона а остальные три минау настоящие и будущие прошлое настоящее и будущее ну я хочу добавить что вообще богу тенгри веровали и монголы тоже и тюрки да некоторые тюркоязычные народности которые приняли ислам они по-прежнему иногда господь говорят танры от бога тенгри ну что ж пойдем тогда дальше а вот здесь такая любопытная стена здесь портреты из камня 13 детских писателей 10 разных народов среди них есть и Севда Севанд она болгарская детская писательница ну ее можно назвать и армянским прозаиком тоже она писала и исторические вещи к сожалению ее сейчас нет в живых память о ней тоже на этой аллее имеется ее портрет здесь также есть портреты русских детских писателей вот сейчас я здесь вижу Сергея Михалкова вижу Агнию Барто Корнея Чуковского кто из нас в детстве не зачитывался его произведениями или нам читали по-моему все дети начинали как раз таки с произведений Чуковского они были очень простенькие и в то же время вполне понятливыми для детей поэтому родители выбирали его книжки здесь есть также вот белорусский детский писатель Янка Мавр вижу казахский Чокан Велиханов Григорь Вьеру это румынский и молдавский детский писатель кстати о Чокане Велиханове я своим зрителям тоже не раз рассказывал имел честь принимать участие в творческих вечерах в Казахстане где я одно время работал преподавал в школе в том числе историю Казахстана и много своим школьникам рассказывал о Чокане Велиханове здесь у нас раскрывается последний я думаю самый интересный самый масштабный проект аллея писателей всех народов творящих на кирлице каждый бюст памятник израбатывается на родину писателя от скульпторов той же национальности той же религии которой соответственно и сам писатель да вот я тут вижу это болгарский поэт каждый народ сам выбирает выбирает того писателя которые хотят поставить увакович здесь на аллее писателей а Паисий Хелендарский это кто? Паисий Хелендарский это тот кто написал история славянно-болгарская его кстати говоря очень интересно его сделал болгарский турок Вежди Рашидов он очень известный скульптор в мировом масштабе он бывший министр культуры Болгарии и самое интересное он почетный гражданин Армении во время землетрясения во время землетрясения он сделал крупное дарение там я думаю 40 тысяч долларов единственное это пострадавшим от бедствия да вот вам пример ребята зрители слушайте что конечно человечность это вне этнических всяких вещей это вот один из примеров скульптор болгарский Вежди Рашидов который является этническим турком да кто у нас здесь это Александр Теодоров Балан он первый ректор Софийского университета в столице Болгарии очень известный и колоритный здесь в Болгарии Иван Вазов Иван Вазов он он так сказать он патриарх болгарской литературы а здесь у нас в основном все болгарская да да здесь болгарская очень интересный там Николай Хайтов его израбатывал сын сын писателей очень нестандартно так сказать его отобразил почему ну стиль самого скульптора его сына такой мы не вмешиваемся в творчество скульптора так сказать а вот тут слова главата мида от секат это что такое это его криватая фраза даже от трубе в мою голову я буду кричать да здравствует болгария да ага ну такой болгарский писатель кто не знал будет знать здесь у нас начинаются русские поэты и писатели александр александр грибайтов его сделал зурат теретели да это в россии во всяком случае известный скульптор ректор художественной академии россии да вот тут есть у нас следует очень интересный если могу сказать бюст или два постамента два в одном получается да ильф и петров его сделал александр миронов могу сказать самый скандальный русский скульптор да необычно очень таком в зеркальном виде необычная скульптура здесь тоже все русские да да я напомню что почему именно они это известные поэты и писатели писавшие на кириллице вот мы видим тут достоевского конечно же в европе очень любят достоевского пушкин есенин тургенев гоголь вся российская академия да имеет здесь свою работу на этой стороне здесь у нас белорусские писатели янка купала святой эфтимий святой киприян митрополит всей россии он болгар из города Тернову велико Тернову но я проезжал этот город когда ехал в Плиску древняя болгарская столица но не настолько древняя а вот еще тут мы я смотрю национальные есть да осетинский писатель Костах Итагуров Иван Крылов но это русский баснописец тоже в детстве зачитывались его баснями вот тут у нас еще Владимир Высоцкий здесь у нас ингушский писатель Идрис Базоркин да Калмыкский писатель Идрис Базоркин ингушский Калмыкский Давид Кугультинов но почему-то здесь написано Дава Кугултина на их языке а это на ага да напротив него сербы вот это все сербы да нет это трое сербы его Андрей Джук Карадич и Бронислав Нушич Карабахский писатель Леонид Гурунс армянский да писатель Леонид Гурунс кстати говоря он был главным редактором газеты коммунист в Баку да и вот еще я вижу Агоп Мелконян кто он болгарский писатель фантаст ага он писал на болгарском языке да вот скульптор я смотрю Гагик Степанян это автор памятника в Ереване Гарегина Нжде по-моему нет да да абсолютно здесь у нас очень интересная личность обзора Айдамиров он патриарх чеченской литературы и у мисульманов не принято ставить памятники так что это его единственный памятник угу связывали писатели скульптор скульптор Асланбек Кусаев да а вот на стенах это уже идут детские писатели да да о котором я уже тоже сказал тоже очень интересно да напротив Абузара сидит якутский писатель а здесь я знаю делегация из Якутии да приезжала 40 человек приехали из Якутии на открытие да на два автобуса там с министром культуры с ансамблем с певицами с шаманом даже с шаманом даже с шаманом он здесь сделал ритуал самое холодное время года он успел разжечь огонь буквально только из маленьких деревень екс екс ексекулеех элексей я извиняюсь перед якутами если я неправильно прочитал к сожалению не владею якутским языком а вот здесь еще я смотрю памятник бурятскому писателю нам жилу Нембуеву кстати говоря один из немногих писателей которых которого изучают в оксфорде в кембридже на открытии этого бюста здесь побывал министр культуры до республики бурятия сестра сестра писателя национальная певица тоже и на этой аллее тоже русские писатели вот такой пролетарский писатель я вижу Максим горький сейчас он наверное мало популярен потому что практически все его произведения были связаны с пролетарием советским строем но я рекомендую прочитать его роман мать очень рекомендую кстати это первое его произведение которое я прочел ну естественно лев толстой как же без него мэтр русской литературы антон пал чехов земляк из ростовской области город таганрог вишневый сад естественно марина цветаева русская поэтесса вот как вы заметили больше конечно здесь русским писателям ну наверное потому что россия большая страна русский народ довольно таки большой и соответственно много литераторов породила россия писавших на русском языке соответственно на кириллице и поэтому есть смысл им ставить здесь бюсты именно во дворе кириллицы кому если не им ну в общем обращаюсь уже к своим зрителям если будете в болгарии а вы точно будете в болгарии не забудьте посетить и близко с его двором кириллицы теперь уже двор кириллицы стал скажем так одной из достопримечательностей болгарии как-никак это как я уже говорил и бывшая столица и здесь много всего исторического довольно таки интересного интересного ну и сам двор кириллицы конечно потому что это единственный уникальный памятник славянской письменности на всем скажем так славянском пространстве нет такого и в россии и в украине и белоруссии и в сербии и в других странах где пользуются кириллической азбукой поэтому обязательно приезжайте это буквально в получасах езды от аэропорта города варна в шуминском районе шуминской области в двадцати километрах от шумина не прогадайте вам обязательно понравится памятник созданный нашим соотечественникам Кареном алексаньяном чей народ кстати говоря не пользуется кириллицей да и в то же время вот такие уникальные вещи вырезанные из армянского туфа и привезенные сюда да кстати здесь можно и остаться на ночь это не просто музей здесь вы можете походить и по старинным всяким местам близки тут есть руины и на ночь остаться вот сейчас я например при музее здесь есть прекрасный отель кстати говоря цены очень даже приемлемые если учитывать сколько я платил в Софии то здесь сущие копейки я не знаю здесь наверное все было продумано для того чтобы люди могли себя комфортно чувствовать в уюте комфорте вот сейчас я вот нахожусь во дворе отеля там вот за моей спиной боилский баня это все тоже входит в стоимость вот здесь вот у меня за спиной номера этого отеля ну и видите вот эту вот крепость за этой крепостью то что я вам показывал то есть весь этот музей то что здесь можно провести весело время и с детьми всей семьей это однозначно здесь вот есть беседки представьте сегодня 5 декабря знаете какая зеленая лужайка солнце все прекрасно представьте что здесь скажем так летом ну просто шикарно поэтому приглашаем призываем приезжайте в город близко останетесь довольны ну и подписывайтесь на youtube канал двор кириллицы подпишитесь будете следить за новостями здесь происходит очень много важных событий и русской жизни и армянской жизни и чеченской и ингушской и всех тех народов которые пользуются кириллицей ждем вас в болгарии